1 2 3 1 2 3 бла-бла-бла все хорошо мы снимаем интервью бла-бла всем привет меня зовут антонина васильченко и я украинская модель из агентства direct model management моделью я стала совершенно случайно я пошла в запорожскую модельную школу инж центр я проучилась там один месяц и после этого я встретила свое нынешнее материнское агентство direct model management через них я подписала контракт с нью-йоркским агентством в агентствах в европе и должно сказать что в принципе модельная школа она не обязательно потому что как бы если девочка уже знает тему модельного бизнеса то в принципе она может отправить свои а фотографии свои какие-то данные в уже на сайт уже скаутом из какого-то агентства то есть можно просто промониторить рынок да поспрашивать отзывы какие-то у своих подружек других девочек и узнать какое агентство лучше и отправить туда как бы свои свой материал но с другой стороны я считаю что модельное агентство дает модельная школа дает какой-то опыт для девочки то есть уже ты учишься как правильно двигаться как правильно ходить как правильно не знаю вести себя на камеру как правильно какие-то базовые навыки макияжа и причесок поэтому все таки считаю что старт для начинающей девочки как модельная школа это в принципе хороший старт в детстве я была совершенно таким обычным спокойным ребенком я ходила в школу у меня всегда было такое загружено детство мы сейчас вспоминаем с родителями что это была музыкальная школа это были вечно какие-то тренировки занятия дополнительные соревнования поэтому я никогда не думала что я буду моделью но я вот сейчас понимаю что я вот всегда я всегда была уверена с детства что я буду за границей я буду путешествовать не знаю каким образом это произойдет но я реально всегда об этом была уверена и так получилось что я очень благодарна что я сейчас могу путешествовать мой самый первый показ и был моим самым незабываемым потому что это был показ для модного дома dior это была первая коллекция рафа симонса как креативного директора это этого модного бренда помимо модельного бизнеса я также думаю чем я буду заниматься дальше на данный момент я учусь в университете в запорожском на заочное отделение также я закончила курсы гарвардский по веб-дизайну онлайн и еще я сейчас изучаю отельный бизнес тоже онлайн из корнелл университет и поэтому в принципе я пытаюсь найти себя до сих пор и думаю о том чем я буду заниматься дальше в дальнейшем после модельного бизнеса на самом деле мне кажется что я в принципе переношу все перелеты легко потому что я могу во время почти всего полета могу спокойно отрубиться и принципе спать или в этом смотреть фильмы и чаще всего работа стоит на следующий день после прилета то есть у тебя есть какое-то время чтобы прийти в себя но бывает такое что во время допустим фэшн веков ты летаешь очень часто и допустим в полтора месяца ты меняешь ну четыре города да и это очень сложно поэтому ну мне кажется что тогда у меня открывается какое-то в повседневной жизни я стараюсь почти не пользоваться косметикой и по минимуму тонального крема если еду какое-то на мероприятие а также я заметила что очень важно употреблять большое количество воды например полтора литра 2 это вот я вот по себе заметила мне прям вот визажисты говорят вот тонем мы видим что ты делаешь что же я говорю я просто начала пить много воды то есть действительно эффект он заметен очень важно высыпаться очень важно правильно питаться потому что на коже тогда все отражается все что ты вот все твои вот эти вот сухарики чипсы не знаю кто там это я сладко это все но отражается поэтому очень важно держать правильный вот строгий режим из из средств я все-таки стараюсь использовать какие-то вот натуральные народные народные методы например умываться кубиком льда утром либо очищать кожу растер блин как это сказать растертая вся на крупой что касается ухода за волосами я хочу сказать что наверное мне повезло потому что у меня очень хорошие волосы генетические поэтому а какого-то конкретного ухода за вас сами у меня нет единственное что я могу делать маски для волос там раз в месяц либо кстати очень хорошая маска из кокосового масла если ты хочешь поддерживать свой вес то очень важно правильно питаться и заниматься спортом что касается меня то я люблю очень сильно спорта я занимаюсь с детства буквально я ходила на атлетику я ходила на большой теннис я ходила на гимнастику художественную и я сейчас занимаюсь боксом в нью-йорке когда живу поэтому в принципе очень важно и ввести активный образ жизни и правильно питаться мне посчастливилось работать и в азии и европе и в америке на данный момент я живу уже четыре года в америке я хочу сказать что в принципе азия хороша тем что за девочками очень следят то есть ты приезжаешь у тебя есть агентство которое постоянно на связи с тобой тебя возят по кастингам то есть это все очень упрощает жизнь модельную в европе тоже хорошо работать но там в принципе ты уже как самостоятельная модель ты берешь карту ты ходишь сама по кастингам в америке также сама когда я первый раз приехала в америку мне дали человек который будет со мной ходить по городу там буквально пару первых дней потому что я в принципе не особо ориентировалась и очень сложно было там разобраться с метро но как бы что касается меня я считаю что мне лучше всего работается в в америке но также я бы хотел пробовать еще поработать там париже либо в милане а я сейчас понимаю что мне очень сильно повезло с моим материнским агентством а потому что мое агентство но я реально понимаю я сравниваю с другими агентствами да вот там девочки рассказывают истории что действительно вот мое агентство материнское в хиеве директ модель менеджмент она очень сильно заботиться о девочках то есть там очень хороший психологический климат то есть постоянно букера на связи с тобой ты реально чувствуешь что тобой хотят заниматься у букера горит просто глаза они горят глаза потому что действительно они очень переживают и волнуются и всегда будут на твоей стороне это очень важно для девочки чтобы была такая поддержка и опора что касается других агентств я хочу сказать что мне нравится мне нравится просто все мои агентства я очень сильно люблю их и я бы сейчас вспоминаю что вот когда я приехала первый раз в агентство в нью-йорке девочек селили в апартаменты апартаменты эти были две две комнаты кухня шесть девочек на вышелик там 8 девочек то есть было немного напряжно жить потому что это была одна ванна были какие-то конфликты и разногласия но в целом потом когда меня уже перевели в основной состав девочка должна обязательно снимать квартиру сама что касается азии я всегда жила с другими девочками это были модельные апартаменты в сингапуре две комнаты 10 девочек в токио последний раз когда я была я жила уже одна но моя первая поездка была в апартаментах с еще двумя девочками там было две спальни то есть как правило чем девочка дольше работает чем выше не поднимается уровень то тем лучше становится ее вместо проживания по так сказала мне сейчас на ум приходит моя первая поездка в японию тогда мне было 15 лет и у меня не было достаточно количество работы поэтому агентство не знала почему нет работы то есть они начали говорили что у меня а просто неподходящий типаж потом они говорили что я не форме потом они говорили что мне какой-то шрам который мешает получить работу поэтому тогда мне было сложно я действительно хотела вернуться домой в украину но сейчас я понимаю что в принципе ну каких-то таких проблем их ситуации у меня не было и что касается других девочек им я вот смотрю и понимаю что иногда бывает очень сложно воспринимать отказы то есть девочки очень сильно расстраиваются но я считаю что расстраиваться не стоит потому что на каждый товар есть свой покупатель и если вы не подошли под эту коллекцию вы подойдете может в следующем сезоне по другую коллекцию либо когда не знаю девочек перед показом перед началом показа отправляют домой потому что не хотят чтобы она участвовала ну к счастью такого не было но опять-таки я говорю что расстраиваться не стоит и мы как бы дизайнеры это все фэшн это все творческие люди поэтому мы должны просто не воспринимать все на свой счет я считаю что наверное сложно заводить личные отношения потому что у модели очень сложный график то есть ты никогда не знаешь чем ты будешь заниматься завтра тему позвонить сегодня вечером и сказать антония завтра в 7 утра у тебя были то есть понятное дело что какие-то планы строить ты не можешь но если это любовное расстояние то и кто-то хорошо это все переживает и воспринимает то наверное почему нет каждому свое очень индивидуально когда в нью-йорке у меня есть свободное время я люблю проводить его либо со своими друзьями либо чем-то себя занять например я люблю заниматься спортом я занимаюсь боксом на групповые занятия либо я могу пойти на выставку потому что я живу кстати в челси это такой район где очень много галереи в нью-йорке на манхэттене либо пойти в музей митрополитен музеем поэтому очень много чем можно себя занять в нью-йорке а что касается европы то в украине я в основном провожу время с друзьями с родными со своими близкими мы любим ну ходить в кино ходить тоже на выставки если они такие есть в своем городе в людях я больше всего оценю честность открытость преданность хороших чувства юмора спасибо за просмотр и подписывайтесь на youtube канал спасибо за просмотр! подождите вот Субтитры создавал DimaTorzok